Пожали руки, спустили часы. Последний тур, ребят. В среду 30 января прошел финал чемпионата по шахматам. Напомню, в прошлую среду был полуфинал, где и определилось, что в борьбе за первое место встретятся 6 команд и будут бороться за звание лучших пушкинских шахматистов, после чего будут представлять район на областных соревнованиях. Итак, в финале встретились 6 команд от 6 школ. Это Правдинская средняя общеобразовательная школа номер 2, Пушкинские школы под номерами 1, 2 и 8, Школа Зверосовхоза и Лицей экономики, политики и права. Как и в прошлый раз на столе только шахматы и таймер времени. Каждому участнику по 10 минут своих и 10 минут соперника, чтобы обдумать все возможные действия. После победы в этот день следующей ступенью будут зональные турниры или в просторечии зона. Зональный турнир, он тоже является отборочным к общему областному финалу Московской области. Соответственно, в зональном турнире будут играть у нас команда Мытищ, Щелково, Фрязино, ну вот и команда города Пушкин. Ну, составы, наверное, будут посильнее, чем у нас. Будет сложный турнир. Ну, тоже будем пытаться что-то занять, будем пытаться отобраться на областное соревнование, но, тем не менее, конкуренция будет, конечно, гораздо выше, чем на районе. Невозможно не заметить некоторую разницу в традициях игры. Если около 20 лет назад в правилах строго оговаривалось предупреждать противника о угрозе королю и о последнем ходе, то есть шах и мат, то сейчас это совсем не обязательно. Участники разговаривают во время партии только о предложении ничьи, либо зовут судью, если возникает непонятная ситуация. В остальном все то же самое. Есть лимитированное время и протокол на каждый стол с именами игроков. По итогам спартакиады Пушкинского района среди шахматных команд от школ третье место заняла команда школы номер 2 города Пушкина, второе место заняла команда школы номер 8 города Пушкина и первое место заняла Правдинская вторая школа. Спартакиады Пушкинского района среди школьных команд стала команда Правдинская вторая школа. Сними, видя на фотографию. Положи. Пуля Андрей. Андрюх, ты уже упаковался. Ну вот, распаковывай. Подождите, ты последний. Держи. Так, Журавлев, Семен. И капитан Новиков Кирилл. Шахматы прежде всего игра умов, а командные шахматы это еще сложнее, ведь если ты проиграешь, то подведешь всю команду. Семен Журавлев закончил партию последним. С начала игры расслабился и противник начал уходить в отрыв. Потом посмотрел на команду и понял, что проигрывать нельзя. На таймере у Семена было 40 секунд, когда у соперника оставалось 2,5 минуты. Но это не помешало Семену продержаться до последнего момента. И через некоторое количество ходов время выровнялось, а остальные члены по команде закончили партии победами. Тут можно и согласиться на ничью. Победа есть победа, неважно с большим отрывом или в 0,01%. Победа это победа, но, конечно, приятнее, когда ты выигрываешь, ставишь мат, а не по времени. Я согласился на ничью, потому что при сильном волнении я боялся проиграть что-то. И мы, как нам уже сказали, мы, когда я согласился на ничью, мы занимали первое место. Так что я не стала рисковать. Через три недели будет финал турнира на белую ладью для участников 2005 года рождения и младше, победители которого поедут на областной финал под Одинцова. А на этом пока всё. Играйте в шахматы. Алексей Сухой, Пушкинское телевидение.